Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Спасибо большое за приглашение. Ну и позвольте представить, впереди еще есть несколько таких фундаментально научных работ, исключительно прикладную работу. Мы когда с Константином Григорьевичем обсуждали тематику, решили, что это будет актуально. В каких ситуациях нужно делать тонзилоктомию детям, мамы которых рассказывают, что их дети болеют частыми ангинами. Но в качестве эпиграфа, позволю процитировать себя Альфреда Денкера, который в своем руководстве еще в 1928 году написал, что тонзилоктомия это операция, благодаря которой в промышленных масштабах реализуется мания от ориноларингологов оперировать. И об этом говорят такие статистические цифры, что в США хорошо все считают, поэтому обратимся к их статистике. В конце 50-х годов это было порядка полутора миллионов тонзилоктомий в год. В настоящее время около 400 тысяч. И самые последние данные 2011 года, что в США у детей и подростков, имеется в виду только детское население, выполняется полмиллиона тонзилоктомий в год. Какие же показания? В основном это САС, симпромы абструктивной апноэ, гипопноэ сна. На втором месте примерно 30% это рецидивирующий стриптококковый тонзилит. Ну и менее процента более редкие ситуации, такие как необходимость забора биопсийного материала, галитоз, о котором сегодня говорили, и синдром Маршала. В нашей стране, насколько я полагаю, во-первых, статистика труднодоступна. С другой стороны, наверное, в 99% истории болезни написано, что пациент страдает хроническим тонзилитом. Иначе эту историю невозможно закрыть по стандартам ОМС. Ну, наверное, где-то около процента приходится на образование. Действительно ли это так? Начинается все с того, что история с тонзилоктомией, что мама приходит, говорит, что мой ребенок часто болеет тангинами. И, как правило, уходит буквально минута на то, что на основании одной этой жалобы врач от ларинголог ставит диагноз хронический тонзилит. Занимает это немного времени, и все мы жалуемся на то, что на прием амбулаторного от ларинголога отводится мало времени, но согласно последнему приказу это 16 минут. Так вот, остается еще 15 минут, поэтому в течение этого времени можно немножко поговорить, поскольку, на мой взгляд, в данной ситуации даже не фарингоскопия, а именно правильный сбор анамнеза играет решающую роль. Во-первых, на мой взгляд, вопрос номер один, что вы понимаете под термином ангина, поскольку все мы знаем, что если звонят пациенты, например, из кавказских собружественных стран и говорят, что у них полипы или у его ребенка полипы, то мы знаем, что ребенок приедет не с полипозным риносинуситом, а с аденоидами. Поэтому нужно четко понимать, что мама формулирует и вкладывает в термин ангина. Бывают ли одновременно другие катаральные явления и автозный стоматит? Скажем потом, зачем этот вопрос нужен. Увеличиваются лимфоузлы в каких группах? Болит ли горло? Для ребенка боль в горле – это отказ от еды. Если ребенок просто, между прочим, играя, сказал, что у него болит горло, то, как правило, это клинически незначимо. Каково самочувствие при снижении температуры тела? Брали ли во время заболевания мазок или выполняли ли экспресс-тест на бедогемалитический стептококк и правильно ли это делали? Правило номер один – это нужно делать до назначения системной антибактериальной терапии. Потому что, если мы не зададим этот вопрос, то, может быть, результаты отрицательные, но исследование выполнялось на фоне начатого курса системной антибиотикотерапии. Болеет ли в окружении в семье дома еще кто-либо ангинами? Такое бывает при стептококковых тонделофарингитах, так называемый семейный пинг-понг – это официально признанный термин в англоязычной литературе. Какова периодичность ангин? В какой сезон это происходит? И какова реакция на антибиотики, если они назначались, а не как правило назначались, а именно как быстро купируются основные симптомы – боли, лихорадка – после первой дозы антибиотика? И, наконец, каков анамнез получения антибиотика? Ну и не смог удержаться, чтобы не показать слайд, который давно придумал, процитировать Владимира Ивановича Даля, наш коллега, помимо того, что он составил таталковый словарь великорусского языка, что ангина – это женского рода, врачебное воспаление горла, зева и вообще жаба разных видов. И при одних этих жабах надо делать тонделоктомию, при других – не надо. Ну и вот в качестве комментария к Владимиру Ивановичу Далю, огромное количество фотографий, вот только этот пациент болеет на данный момент из налетов. Вот четыре фаренкоскопические картины, сопровождающиеся налетами, болеет слептококковым тонделитом. Только этому пациенту нужно назначить антибиотик и, наоборот, противоположная картина, нет никаких налетов, но это, тем не менее, слептококковый тонделофаренгит. И поэтому дальше позволю себе представить несколько типичных сценариев, ответов мамы или самого ребенка, что такое ангина. Частое мнение, что ангина – это любые белые, желтые, какие угодно наложения, налеты на миндалинах. Сопровождается ли это насморком, кашлем, то есть другими катаральными явлениями? Да, сопровождается. Никогда, как правило, хотя это показано, не выполняется ни быстрый тест, ни мазок на бедгималитический стептококк. Периодичность. Мама вам скажет, что каждый месяц, но в течение года оказывается, что это с сентября по апрель, то есть когда ребенок ходит в детский сад. Ну, здесь ему 4 года в этом сценарии, поэтому это именно детсадовский ребенок. И вроде бы все указывает на то, что это острый респираторный вирусной инфекции. Но антибиотик почему-то помогает. И это нас должно смутить. Но дальнейший расспрос. Температура снижается сразу, как ни странно. Вроде бы пациент отреагировал на антибиотик. Какой антибиотик назначают чаще всего? Азитромицин. Мы знаем, что половина сейчас практически штамма бедгималитического стептокока нечувствительна к азитромицину. Это уже настораживает. И, наконец, на какой день начинается антибактериальная терапия? На третий-четвертый день. То есть когда температура должна снизиться сама. Это череда совпадений. Поэтому, скорее всего, это повторные острые респираторные вирусные инфекции. В следующий раз надо дать рекомендацию сделать экспресс-тест или посеять на БГСА. Ну и, собственно, жить себе дальше. БГСА отрицательный. Значит, в следующий раз пациент лечит симптоматически и больше котлоринголу не ходит. Напомню, опять же, выдержка из федеральных клинических рекомендаций по лечению острого тонзила фаренгита, что в 100% случаев мы должны дать на ответ, это процесс, связанный с пиогенным стриптококком или не связанный путем экспресс-теста или посева микробиологического исследования. Нужно ли в такой ситуации от ларинголога, а именно тонзилэктомия? Как правило, нет. Если это часто болеющий ребенок, у которого часто эти проблемы сочетаются с наличием аденоидов, больших небных миндалин, и имеются со стороны ротоглотки такие симптомы, как нарушение глотания, фонации, храп и синдром абструктивного апноэ, тогда он может быть подвергнут хирургическому лечению, как правило, в объеме адено-тонзилэктомии, когда нужно сделать тонзилэктомию. Тогда, когда это, во-первых, тяжелый синдром абструктивного апноэ сна, желательно подтвержденный полисомнографическим исследованием, и в неких эксклюзивных ситуациях это сочетание со синдромом Дауна, где эффект объясняется за счет большого языка у таких пациентов, которые мы, соответственно, высвобождаем место для языка, и САС, и другие какие-то крайне официальные аномалии. Еще редкое показание к тонзилэктомии – это частые ангины, пусть даже вирусные, на фоне серповидно-клеточной аномии, поскольку доказано, что при серповидно-клеточной аномии это может быть источником на каком-то этапе, анзилогенного сепсиса. Поэтому это должно решаться в пользу тонзилэктомии. Сценарий номер два. Под слово «мангина» понимают. Боль в горле, отказ от еды, да, то есть боль выраженная. Насморка, кашля нету. Все сосредоточено только в ротоглотке. Мазок, конечно же, не выполнялся. Периодичности нету. Самочувствие плохое. Антибиотик помогает. Длительность обычной антибиотик терапии – 7 дней. Скорее всего, клинически это рецидивирующий скриптококковый тонзилит. Что мы должны сделать, чтобы это доказать? Во-первых, рекомендовать в следующий раз выполнить экспресс-тест. Во-вторых, если анамнез достаточно богатый, то ретроспективно мы можем оценить перенесенные ангины по этиологии, взяв кровь на уровень антистептолизина. О, тем самым ретроспективно продиагностировав скриптококковые тонзилофаренгиты. Вот в чем ошибка, почему я на это указываю, потому что каждый первый, приходящий к нам на тонзилоктомию, отвечает на вопрос, что он лечился от скриптококковых тонзилитов 7 дней, 5 дней, но никак не 10. Как это должно быть в соответствии со всеми имеющимися клиническими рекомендациями? Опять же, возвращаясь к федеральным клиническим рекомендациям, где это черным по белому написано, что длительность курса, необходимая для эрадикации бета-гемалитического скриптококка, составляет 10 дней. Поэтому в следующий раз, даже если он часто болел ангинами, скриптококковыми ангинами, мы должны назначить на следующий эпизод 10-дневный курс антибактериальной терапии, и если дальше проблема будет сохраняться, решать вопрос в пользу тонзилоктомии. Когда мы должны прибегнуть к тонзилоктомии? Для детской практики достаточно давно сформулированы критерии американского профессора Парадайса, в соответствии с которыми частота скриптококковых тонзилитов должна быть 7 или более в течение 1 года, если анамнез 2 лет заболеваний, то 5 или более эпизодов в год, если 3 лет, то 3 и более эпизодов в год. Но это должны быть клинически значимые, с высокой температурой, вот так это изначально сформулировано Парадайсом, вызывающие отказ от посещения детского учреждения, ну и так далее, и так далее. То есть это должны быть клинически значимые ситуации. Какие еще в данном контексте рассматриваются показания к тонзилоктомии? Это полиаллергия на антибиотики, когда непонятно, чем лечить каждый раз. И каждый раз врач подбирает антибиотик, приходится прибегать к каким-то редким инъекционным антибиотикам и так далее. Это наличие аутоиммунных осложнений. Хотя в международных согласительных документах это рассматривается под большим вопросом. Тогда мы должны выполнить тонзилоктомию. И еще одно показание – это фибрильные судороги. Если каждый эпизод у пациента возникает судорожная неврологическая симптоматика, то это тоже сейчас рассматривается как показание к тонзилоктомии. Сроки критерии парадайса несколько разнятся от страны к стране. В частности, в Италии, например, вот эти 7 эпизодов, которые приняты в США, становятся 5 эпизодами в год. Но при этом от первого эпизода скриптококкового тонзилита до тонзилоктомии должно пройти не менее полугода. Потому что статистически известно, что в течение полугода этот процесс может оккупироваться даже при наличии 5 эпизодов. Сценарий следующий. Ребенок маленький, 3 года. Что такое ангина? Ангина – высокая температура и гной в горле. Это все цитаты от мам, которые приходят на консультации. Вопрос по поводу авто. Помните? Да. Отвечают, что авто есть. Насморк и кашель. Иногда лимфатические узлы увеличиваются. Мама уверенно отвечает, что надуваются большие лимфатические узлы. Это, как правило, пациенты совсем измученные высокой частотой таких заболеваний. Поэтому они все-таки делали и различные мазки, и экспресс-тесты, надеясь найти ответ на вопрос, почему так часто болеет ребенок ангинами. И этот результат, как правило, отрицательный. Следующий вопрос по поводу периодичности. Здесь мы встречаем неожиданный ответ. Мама говорит, что каждые 26, предположим, дней. Откуда мама знает, что это 26 дней? Она совершенно точно знает, что сегодня 25-й день, и ее ребенок на следующий день заболеет. Сезонности нет. Антибиотик, естественно, дают. Ребенок лихорадит. Приходит педиатр, пугается, назначает антибиотик. Эффект наступает через 3-4 дня. Напомню, что при стриптококковом тондилофарингите после первого приема антибактериального препарата, как правило, проходит 12-24 часа до купирования остеосимптоматики. Вот здесь мы можем предположить такое относительно редкое заболевание, синдром Маршала или ПФАПа-синдром. И, соответственно, что мы можем сделать? Мы можем дать пероральный системный гормон, пренезолон, уголододоксаметазон в подобной дозе и посмотреть на эффект. Снижение температуры в более ранние сроки подтверждает этот диагноз. Я не буду останавливаться специально на критериях, которые четко сформулированы еще при предложении Маршалом данного диагноза, поскольку нам еще предстоит такой достаточно фундаментальный доклад по этому состоянию. И это заболевание достаточно общеизвестно. Лечится тонзилоктомией, по данным разных авторов, эффективность ее сколеблется от 60 до 100%, хотя по нашему опыту, который, опять же, будет представлен, он составляет 100%. И, наконец, сценарий четвертый. Ребенок уже более старший, 12-летний. Ангина. Много пробок в лакунах, температура, насморк, кашель иногда, запах изо рта, сегодня обсуждали эту проблему, самочувствие плохое, то есть это некий косвенный признак бактериальной инфекции, мазок отрицательный, периодичности нету, сопутствующие заболевания гастрит, аутоиммунное осложнение отсутствует, антибиотик помогает, но медленно. Вот это, как раз, на мой взгляд, очень редкая для детей ситуация, когда есть настоящий хронический тонзилит. Это периодически, после вирусных инфекций или на фоне, например, гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, которая является фактором риска более тяжелого течения, или частых обострений хронического тонзилита, периодически скапливаются пробки в критической массе, вызывая системную симптоматику. Когда в такой ситуации нужна тонзилоктомия? Ну, понятно, что мы даем какие-то консервативные рекомендации. Значит, здесь можно апеллировать к такому документу 2016 года, отличный обзор одного немецкого автора, который проанализировал за последние 50 лет, за полвека все работы по тонзилоктомии. Какие показания в отношении хронического тонзилита? Это пара тонзилиты, то есть более одного. Это частые обострения. Непонятно, возможно ли здесь применять критерии парадайса, но, видимо, возможно. Полиаллергены, антибиотики, когда нечем опять же лечить. И дальше уже такие социоличные факторы, такие как запах изо рта, шейный лимфоденит более трех месяцев тоже рассматривается в некоторых документах, как показания. И под большим вопросом желание пациента, но если это, по его мнению, мешает ему жить, то, по крайней мере, взрослый пациент после целой серии информированных добровольных согласий может потребовать выполнить себя тонзилоктомию. И, наконец, пару комментариев по поводу диагноза хронический тонзилит и тонзилоктомии. В принципе, если забить в ПАБМЕТ диагноз хронический термин хронический тонзилит, то мы найдем чуть более тысячи публикаций, из которых подавляющее большинство, а именно 700 публикаций на русском языке. То есть за рубежом как-то меньше уделяют этому времени. И мы знаем большое количество классификаций. Кто-то пользуется классификацией Солдатова, кто-то Преображенского, Польчуна-Крюкова. Но, тем не менее, все они строятся на том, что на каком-то этапе, пусть это компенсация или простая форма, чего-то еще нету, а потом что-то уже появляется. Причем это что-то очень непонятное. Какие-то функциональные кардиологические расстройства. Что такое функциональные кардиологические расстройства, не очень понятно. Поэтому здесь, где грань между показаниями и непоказаниями к тонзилоктомии, абсолютно непонятно. Мое видение, позвольте вам представлю, следующее, что если мы говорим о детях, то простая форма хронического тонзилита требует для ее развития определенного времени, и, как правило, немалого. То есть это физиологические инфекционные воспаления, продолженные, повторные осприи в небных миндалинах, которые со временем вызывают склеротические изменения в небных миндалинах, уменьшается растяжимость лакуны, образуются пробки, периодически они скапливаются, возникают обострения паротензилита. Тогда мы можем говорить о простой форме. Но вся декомпенсация у нас почему-то сводится к тому, что должны развиваться аутоиммунные заболевания, которые на самом деле развиваются после скриптококковых тонзилитов, который может быть один на абсолютно девственных миндалинах. Поэтому, по крайней мере, моя глубокая убежденность, хотя многие со мной не согласятся, что первое во второе, особенно у детей, скорее всего, не переводит. И острая ревматическая лихорадка или какие-то ревматические заболевания, как-то постскриптококковый гламиролонефрит, это результат не хронического тонзилита, а рецидивирующих или иногда одного скриптококкового тонзила фаренгита. Немножко пропущу. Год назад в соавторстве с Сергеем Яковлевичем Косяковым и сотрудниками его кафедры была написана такая публикация противоречивые аспекты хронического тонзилита в России. И там все эти вопросы были отражены. Ну и, наконец, каков критерий постановки диагноза хронический тонзилит, к сожалению, если обращаться к каким-то учебникам зарубежным, то мне нравится очень эта фраза, что опыт и интуиция врача часто имеют здесь решающее значение. То есть, к сожалению, никаких критериев между нормальным скоплением казуозных масс, которое допустимо, и диагнозом хронический тонзилит нет. Таким образом, вот эта вот жалоба, которая очень часто приводит зря пациента на тонзилэктомическое кресло или, слава богу, все чаще и чаще под наркоз на стол, это очень разнородная группа состояний, которая зачастую не требует хирургического лечения, не является хроническим тонзилитом. И тонзилэктомия должна рассматриваться только в случаях рецидивирующего стептококкового тонзилита, синдрома Маршалла и ряде случаев обострения хронического тонзилита. И тех редких ситуациях при полеаллергии на антибиотике, серповидно-клеточной аномии, САС у пациентов с синдромом Дауна и крайне официальных аномалиях, о которых я сказал. Ну и сейчас же все мамы очень начитанные. Есть с 2018 года в Яндексе такой сервис. Если мама набирает там термин частые ангины, то там почему-то вылезает синдром Маршалла. И очень многие мамы теперь приходят с готовым диагнозом и говорят, доктор, у меня синдром Маршалла. Так что не дайте, пожалуйста, себя запутать. Это незнаменитые ученые, это голливудская, наверное, известная актриса Бетти Дэвис, которой принадлежит следующая фраза, лучше плохой сценарий и хороший режиссер, чем хороший сценарий и плохой режиссер. В отношении всех сценарий, приведенных с ангиной, их на самом деле бесконечное множество. Мы, конечно, выступаем режиссерами, поэтому давайте будем хорошими режиссерами. Спасибо. Продолжение следует...